Приветствую вас! Вы знаете, мне кажется, что первая проблема, вообще первое, что я хочу вам сказать, это не то, что вам делать и не то, о чем вы переживаете. Первая проблема, это, пожалуй, то, для чего вы вообще строите отношения с мужчинами. То есть, понимаете, то, что вы истерили, да, вот как вы говорите, что была истерика там и так далее, что вы считали молодого человека там злым по отношению к вам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, ну не случайно это, ну вот никак не случайно это, понимаете? Вот, ну никак, это не случайно. То есть, просто, вот просто, чтоб вы понимали, да, просто, чтоб вы понимали, что, если, если вы выбираете себе мужчину, да, если вы выбираете себе мужчину, да, то вам нужно определиться с тем, зачем вам, ну как бы, зачем вам он, мужчина? Для чего, что вы хотите, как бы, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А то иначе ситуация выглядит так, что мужчину я вроде выбрал, да, но зачем, для чего, какие у меня как бы критерии выбора мужчин. Не очень, не очень понятно. Понимаете? Вот. При воздействии ко мне кажется исходить нужно именно из этого, чего я хочу, вот. Это мне кажется наиболее важный момент здесь. Дальше следующее. Значит, смотрите, вы пишите, а я познакомилась с моим бывшим молодым же молодым человеком, все понимают, что тогда была глупая стричка и т.д. Это обесценивание. Вы не были глупой стричкой. Просто вам было что-то важно. Вам что-то было важно. И все. То есть это нормально, что тогда вы хотели одного, сейчас вы хотите другого. Но чего вы тогда хотели? Это тоже очень важный вопрос. Мы провстречались несколько месяцев, было много разногласий из-за меня. Опять же нет. Опять же нет. Я понимаю, что были разногласия. Я понимаю, допускаю это. Знаю, что разногласия были. Это нормально. Но не из-за вас. Точнее, не только из-за вас. Не могут быть разногласия только из-за вас. Понимаете? В отношениях ответственности всегда несут двое людей. Двое. Не вы одна. И вот здесь снова опять гиперответственность возможно. Возможно и самообвинение и обесценивание. Так. Потом мы потеряли связь. Он очень умный, образованный и немного ботаник. Отсудитель такой. Но я этого ничего не оценил. Ну и что? Вам это было бы не нужно? Тогда. Почему ты думала, что он очень зло настроен ко мне? Чуть ли не прибить. А почему? Почему-то? Ну, коллеги, а что вы думали? Дальше. Немного позже я познакомилась с моим нынешним молодым человеком. Конечно, красавцем, темноволосым, голубоглазым, 192 см, как мне казалось тогда. Я очень полюбила его. Опять же, нет. Если вы полюбились, скорее внешность. И внешность вам нужна была для чего-то. И как я думаю, как я думаю, вы через него реализовали какую-то свою потребность. Вопрос заключается только в том, какую. Чего хотели-то? Ведь ну нельзя полюбить за это. Нельзя полюбить за то, что красавец, темноволосый, голубоглазый. Нельзя за это полюбить. Просто мне трудно быть еще. Потом стало много работать просто на убой. С чего? Почему? Из-за чего вы стали много работать? Что посудило символом-то? Много работать. Удалось два раза надолго съездить с ним на море, почти полтора горы как-то очень быстро прошли. Я понимал, что точно стало. Но опять же здесь есть противоречие. Вы на море работали? Если нет, то за год два раза надолго на море. При том, что вам 25 лет. Не, ну я конечно не знаю, какая у вас работа. Вот. Не знаю, что вы делаете. Но, мне кажется, это немножко странно. Странно. Как минимум. Дальше. Мой бывший нашел меня. Настроен он оказался очень по-доброму. Но, тоже как-то странно. То есть он сейчас, вот когда нашел вас, он настроен по-другому был, нежели чем, когда вы расставались. Или как. Или он ведет себя так же, но это вы изменились. Если вы изменились, то, как бы, в какую сторону вы изменились? Если он изменился, то, соответственно, нужно так и это выражать, что он изменились. Дальше. Так. Мы стали очень хорошо общаться, я не могла прожить дня и не позвонить ему, зачем? Для чего? Понимаете, вот вам коллега написал про любовную зависимость, а я думаю, что это просто созависимость. То есть просто созависимые отношения. Вот. То есть, неуверенность в себе, а до получения, до получения от других того, что недостает вам, и реализация, ну, и, по сути, попытка достичь того, что вы хотите через человека. Знаете, то есть, когда вы говорите, что я не могла ни дня прожить, ни позвонить к нему, это всё, это нуждаемость. Нуждаемость в нём. И вот то, что вы говорите, что вы истеричка и так далее, это вот тоже, это то же самое, тоже нуждаемость, это тоже нуждаемость в нём, как бы. Дальше. Прошло время, я стал видеть, что мой парень совсем не понимает меня, у нас только молчание и тупая болтовня. Так. Ну, где-то опять идёт оценка, да? Что тупая болтовня. Не, я могу предположить это, что оно так. Но интересует меня немножко другое. Если вы говорите, что болтовня тупая, всегда ли это было так? Или... В какой-то момент вы поняли, только в сравнении. Так. И молчание. Молчание тоже. Как бы... Ну, вот... Как вы относитесь к молчанию? Ну, вообще. Почему вы сейчас вы говорите, что только молчание и так далее. Эээ... Так. Мои бывшие понимают меня, будто чувствуют мою боль. Какая боль? Боль от чего? Я взяла подработку и на днях грохнулась в обморок носом, жигла кровь не могли остановиться. Так. Зачем брали подработку? За что вы себя наказываете? Эээ... Откуда такое желание? Так много работать. То есть, как бы... С чем это связано? Почему вы себя не жалеете, не заботитесь о себе и так далее? Вот. Вот. Как вы к себе относитесь? Эээ... Так вы относитесь к другим. Вы относитесь к потребительски к себе, вы относитесь к потребительски к другим. Если вы хотите выстраивать здоровые отношения, то нужно все равно выстроить здоровые отношения с собой, с самой. Для этого вам не нужны другие люди. Так. Значит, эээ... Я отключилась, много спала, продумала сузить, как буду жить и что буду делать. Я четко поняла, что код 2-3 я бы хотела провести только с моим бывшим. Собачка. Нельзя человеком так. Только потому что вы хотите с ним провести год 2-3, да? Эээ... К нему идти. Человеку нельзя давать на деду. Нельзя человеком играть. В данном случае вы играете, вы играете человеку. Что значит хотел бы? Для чего хотел бы? А он чего хотел бы? Не забыл. Человеку вопрос! Так, главный п Прошенный кот, но мне кажется, что он не переживёт, мне так жалко его. Это зависимость, опять же, жалость почему-то и зуберответственность. То есть вы не ответственны за себя, но думайте о нём. Растворяюсь в нём, жалея его. Конечно, он не такой умный, расследительный стиль, но да, у нас бывшим есть понимание, невидимая связь, я это чувствую, с ним кот в себя прихожу. Я не знаю, как быть, как быть, чтобы что. По данной мере, вам нужно в себя прийти, без кого-либо, одной, и уже потом решить, с кем вы будете. Но побыть во ночь одной, то есть обоих – это фас, побыть одной, поработать с психологом, позаботиться о себе, привести свои мысли в порядок, разобраться со своими проблемами, как бы простроить свой внутренний мир, внешние и внутренние границы. Вот. Тогда уже можете устраивать здоровые отношения, тогда здоровых отношений вы не построите, к сожалению. Это невозможно. Дальше. Дальше. Так, два года потрачено на моего бывшего, моего нынешнего, много поездок, фото мне это все надо убирать. Ну, во-первых, мэри, мэри, что значит потрачено на нынешнего? Вы-то сами чего хотите? Вы-то сами чего хотите? Почему потрачено? Получается, что вы жили для него все это время? Не для себя, а для него? Это, ну, мягко говоря, неприемлемо, если вы жили для него столько. В чем жертвенность? Как часто вы делаете для людей что-то, ожидая от них взамен, мэри. Как это все сделано? Да, не надо ничего убирать. Это ваша жизнь, это память, если она вам дорога, не надо ничего убирать. Не знаю я, как дальше. Как дальше 100 по 600, мэри. Давайте будем исходить из ваших желаний. Чего вы хотите, вот конкретно, что вам нужно и как мы самостоятельно это реализовать. Что вы заглушаете работой, что вы достигаете, добиваете работы. Да, что-то вот тоже нужно костировать. Вот, посмотрите в интернете, драйвер работает тяжело. Например. И так далее. То есть, ну, там, я думаю, еще будет, но вы посмотрите это. Вот, трудить тяжело, по-моему, так называется. Откуда? Откуда это? Это нужно изучать, подумайте, что вы дадите, что можно сказать молодому человеку. Любому. Вы же отвергли своего бывшего, потому что он о вас заботился, судя по всему. Это не случайно? Так. Понимаете? так далее. Ну вот. И все. Поэтому, в этом направлении нужно работать. как мне кажется, чтобы, ну, чтобы разобраться. Вот. Понимаете? на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Продолжение следует...